План такой. У нас есть некая такая достаточно синтетическая и искусственная задача. Она про сбор данных. И мы довольно много этим занимались в разных своих проектах. И у нас родилась некая технология, которая позволяет с помощью набора инструментов очень универсального. Идевать такой многосредовый сбор данных. То есть сбор данных, которые можно осчитать на мобильных. То есть есть сбор данных через веб и многое другое. Речь сегодня идет исключительно о геоданных. То есть о всем, что касается координат. Ну и все, у чего есть координаты. Поэтому тоже надо делать на это какую-то скидку. Тоже не будем говорить про какие-то специфические вещи, связанные с анализом данных. Какими деталями связаны с тем, как это надо. Честно говоря, вообще мы это даже здесь особо не анонсировали у себя. Именно с расчета на то, что люди, которые придут, они как-то начинающие что ли. Им как бы такие детали не очень нужны и возможностям испугают. Но вы можете спрашивать. Все, что вам интересно, все, что непонятно. Я вот так микрозу займу, если вы не против. Потому что иначе мне будет не очень удобно одновременно смотреть. Мне нужно, чтобы у меня был один экран. И я не придумал, как по-другому разместиться. Вот. У нас час. Уже меньше. Я не знаю. До 9-ти. До 9-ти даже, да? У нас тоже время. Может быть, пораньше закончено, а может, нет. Засекаем время. Окей. Спросите меня что-нибудь. Какие геоданные вы собираете? Как я сказал, такая синтетическая задача. Сейчас будем собирать данные по теме, которую я назвал «доступность остановок общественного транспорта». То есть у нас есть некие объекты остановок общественного транспорта. У них есть ряд параметров. Эти параметры мы хотим пособирать. Понятно, что вот эта технология или этот набор инструмент, который я буду показывать, он может быть применен для чего? Люди делают, используют примерно то же самое в разных комбинациях для того, чтобы собирать там следы цигров на Дальнем Востоке, значит там, не знаю, маршруты какого-то общественного транспорта, информацию по доступности, там, чего-нибудь еще и так далее. То есть на самом деле эта задача, она такая, ну, максимально синтетическая. И я не буду влезать в нюансы относительно самих данных. То есть презентация любит наша сегодняшняя затея в большей мере технологическая, нежели как бы попытка вас даже как бы ничего-то не учит. Потому что понятно, что вот тут все очень много металей. Основное, что вы можете из этого пощерпнуть, что да, есть такие инструменты, да, все, что я буду рассказывать, про все, что я рассказываю, это важно, это все доступно, общедоступно. Да? Я не спрашиваю, не дешу вас денег. Хотя все это создается коммерческой организацией, у нее как бы очень жестокие переверсивские принципы, но тем не менее. За все как бы инструменты, которые я вам покажу, никто с вас не возьмет как бы денег сразу, но вы пытаетесь взять позже. Вот. Вот. Что еще вы хотите сказать? Вопросы вам даны, да, или ответили, не ответили. Вы продолжайте дискуссию, если что-то непонятное, вам хочется каких-то подробностей узнать. То есть пример такой. Во-первых, у него и нужно. Вот. Во-первых, сразу начнем с такой штуки, которая мне очень нравится. Это ГИС. Это то, что мы называем ГИС. Один из инструментов для ГИС. Настольный. Настольный ГИС, да? ГИС, который запускается на машину на камерном компьютере, и которая, как правило, очень мощная, обладает там миллионами разных функций, позволяет работать со всеми возможными данными, и все такое. Вот. Первое, что я хотел бы показать, мы решили поменять как бы парадигмы того, как люди работают с географическими данными вообще, потому что нам очень надоело хранить все в локальных каких-то своих системах. Постоянно туда что-то подгружать из локальных дисков, или даже из сетевых дисков. Мы хотели бы иметь что-то более облачное и доступное из разных мест разными. Поэтому первая штука такая называется QMS, QuickCorp Services. Вот. Фактически это такой большой онлайн потолок, в котором пришло там сейчас несколько сотен ресурсов, который производится потолок для сервисов, где данные, которыми вы можете столкнуться или которые могут вам пригодиться. С чего обычно начинается формирование какого-то проекта, это с какой-то подложки графической. Я выбрал одну из подложек компания, которая называется Sputnik, очень хорошая компания. Но мы могли бы выбрать там что-нибудь, вот Mapbox. Да? У нас там два ресурса про это есть. Или там могли бы выбрать что-нибудь нормативы по сайтмэпу. Очень много всего разума пробовать сайтмэп, и так далее. То есть, чтобы позволять вам работать с IS немножко по-другому. То есть, раньше вы загружали слои, подключались слои, вы должны были подумать о том, векторные данные или растровые данные, и так далее, да? То мы предлагаем, ну, мы стараемся немножко облегчить труд для того, чтобы начать себе разработки, и как-то привести это в такую другую немножко. Ну, другую смыслу начать работать. Вот. Одножку мы уложили, да и давайте еще. Например, мы сегодня будем говорить про Москву, поэтому нам нужны какие-то границы московские. И у нас есть в этой же системе заведенный как бы ресурс, который называется «Граница Москвы». Да? То, что сейчас происходит, Михаил Дорис. Да, да. Можно какую-то вопрос? Амерческим продуктом являются вот эти свои, да? Да. А листы там свободны? Нет. Все из этого в той или иной степени свободны. А, абсолютно. И сам продукт, и вот эти ресурсы, они тоже общедоступны. Я сейчас не нахожусь никакой закрытой сети и не залогинился под хитрыми паролями. Все, что я сейчас делаю, вы могли бы сейчас повторять за мной, да? Но вы просто на этом не успеете. Очень быстрый парень. Вот. И вот, значит, мы видим. То есть вы понимаете, что происходит? И вот следующее как бы. Вы знаете, что есть некий онлайн-источник сервиса, который может позволить вам написано в начале с вашей задачи, да? То есть мы говорим, что данные по Москве нужны границы Москвы или районы, или еще что-нибудь, да? И так далее. И вы такие вот такие вот. То есть, например, эта подложка спутника, она берется с севера спутника. А эта подложка с границами, она берется с нашего ресурса, который называется данных штатных .mxdisk.fm. Вот. Это не очень важно для вас. Вам важно, чтобы данные оказать вот здесь. Да? Ну и третье. Возьмем какие-нибудь уже более специфические работы, какие-нибудь московские поликлиники. А эта штука берется с порталов-крепежанных . Понимаете? Это все инвестируется. Есть какой-нибудь общесводный каталог всех этих ресурсов? Да. Есть. Такая штука. Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Я не планирую его рассказать, а я вам покажу. Понимаете? Если вы просто будете задавать, ничего не делитесь. Моя мышка опять потерялась. Очень сложный у нас градов. Все, что вам нужно запомнить, это сочетание трех букв. QMS. И сокращение от QuickMapService. И QuickMapService это большая библиотека. Окей? Тоже со своим поиском и так далее. Это просто веб-страница. Я сейчас бравлю. Вот. Хорошо. Дальше мы... Окей, здесь с московскими картинок тоже понятно. Тут может быть какой-то атрибутик и так далее. Ну, собственно, работа в ГИС, в настольный ГИС, она вот так вся и происходит. У вас есть какие-то слои, вы что-то туда загружаете в ГИС и какие-то операции, что-то должно появиться. А вы будете появляться уже на его экране. И появляется какая-то там информация. Сегодня безгновенный знакомств с портфаном проезданной в город Москвы. Он ужасен. Откровенно встал. То есть он был плох, а потом стал лучше, а сейчас все испортило. Я не вижу, куда-то зачем. Причем меня не спросили. Ну, тем не менее. А дело в том, что там проблемы очень большие с атрибутиками и так далее. Как с этим работать, так далее. То есть мы можем подключить их источники данных, они появятся даже на карте и так далее. Но там куча разных нюансов. Это можно потом подключить. Так, мы сегодня будем работать с остановками городского транспорта. Поэтому мы сейчас идем и загружаем через наш сервис. Замечательный. Хотя он тут тоже есть. Сейчас вам покажу. Я не буду его использовать, потому что там 60 мегабайт данных, и это некоторому другу долго, и мы не хотим. Вообще, как я говорил, здесь загрузили еще пару слов, потом еще пару слов, и еще пару слов. Потом взяли, сказали, что там данных много. Давайте возьмем и сохраним какой-нибудь один из районов, это западный рай. Западный рай, по-моему, да? Административный округ. Так у меня все время окна будут туда перескакивать. Извините. Так. И я туда... Ну, с графиком сохраню как новый набор данных. Скажу вам, допустим. Окей. Вот он появился. Еще немножко свою территорию как бы ограничили. И сделаем что-нибудь типа выборки. Пространство выборки. Опять же, точек у нас установок много. Допустим, мы каким-то образом решили это разделить там между нашими сборщиками данных или еще какую-нибудь. И поделим их RAID. Так. Что я делал? Вектор. Выборка. Пространство выборка. Выделить все объекты слоя. Ну, вот так вот называется. Не очень точно. Номер с порталов. Эти данные по основному, они тоже с порталов, как и для данных. То есть, вы можете спокойно это тоже повториться. Вот это наш новый слой, который мы создали. Окей? Окей. По-моему, наша выборка произведена. Давайте, может, здесь даже переименуем. Мы поняли. Тут скажу. А в столу. А тут скажу. А ничего не было. Сохраним нашу выборку. Задавим ее в Астану. Я пишу, чего-то нет. Майк-десли. Тоже только выделенные. И... Окей. Да? Добро. То есть, я там выборок был. С этим все, в принципе, все. Я надеюсь, идею вы поняли. Если что-нибудь понятное, то кого-то спрашиваете. То есть, понятно, что иногда вы начинаете свой сбор данных с чистого листа. А иногда начинаете с какого-то набора данных. Который хотите улучшить или его использовать как основу и так далее. Я сейчас выбрал такую схему, когда у нас есть некий набор данных, и мы хотим его как-то насытить. Насытить данными. Вот. Осканутки. Окей. Ну, как-то все прекрасно знаем. Гео-данные. Гео-данные. Гео-данные, потому что он здесь. Это такой актуализм, борьба противоположности. Геометрии и атрибутивная информация. Потому что мы сейчас с вами видим на экране несколько геометрий. А то, что мы видим в не другом экране, вы понимаете, это атрибутивная информация. Это таблица, да? У каждой точки есть куча разных атрибутов. Можно вручок. И посмотреть эти атрибуты. Ну, про каждую точку. Адрес остановки. Как право этим занимается. Название остановки. Ну, картридца. Не знаю, где это еще. Ну, номер. Так вот. Наша таблица. В принципе, это нам все не нужно. Нам нужно по идее только название и некие наши новые атрибуты, которые мы хотим насытить этот набор. Так как у нас гипотетически наш кейс про доступность, то, допустим, мы хотим его и насытить этой самой информацией. Как бы прежде чем, ну, опять же, как данные обычно собираются, но, по крайней мере, у нас там наши какие-то задачи, мы сначала параллеруем структуру данных. То есть, что и как будет собираться, как эти параметры будут называться и так далее. То есть, фактически, там, как эта таблица будет выглядеть. Ну, собственно, это выглядит. Это, собственно, здесь и мы это сделали. А добавим несколько полей. Что мы можем про доступность такой интересной сказать в остановке, да? Ну, например, какой-нибудь там, то, что у нас безбарьерный доступ, там, доступная для остановки в радиусе 10 метров, без барьерных. Окей? Годится такой характер? 10 метров. Там есть какой-то хак, где нужно поставить почему-то здесь стринг. Я точно не помню почему, но это не очень. Окей. Так, сейчас может что-то плохое произойти. Да. У меня на компьютере плавалось немножко кубис. И берем вот так, да? Ошибка. Ну, не переживайте. Все хорошо. Продолжим добавлять еще какие-то параметры. Ну, например, нас может интересовать, там, есть у нас скамейка на этой остановке или нет. Нас может, по-моему, заинтересовать какие-нибудь заметки, да? Сейчас добавляются пустые столбики. Да, сейчас просто создаются новые поля. Так как мы никакой информации не вводим, мы просто создаем структуру данную. Так? Я соединяюсь с теми, кто это тысячу раз уже сам делал. А можете понять, кто это сделал? А? А. Да, ну, плюс половинь. А, это же делал, да? Плюс половинь. Окей. Пожалуйста, выньте. Я вас задам. Хорошо. Ничего страшного, если ошибки, на самом деле, все происходит то, что... Ну, что происходит нормально, если мы переактуем таблицу, там... Это мой... Почему? Мой локальный, мой YouTube, так... Студисом, там, у него какая-то идиосификация, и данные все на месте, да? И вот, что у нас произошло, у нас появилось три... А вот так. Да? Окей. Ну, как бы оформленный некий набор данных наш с вами, набор геоданных, мы создали. Вот. Вы могли это создать там другими способами. Не обязательно использовать для этого именно настольную кистину. Ну, в данном примере это так. Вот. Дальше мы переходим с вами вверх. Вот.